Продолжаем трансляцию. С нами победитель первенства России Данила Кравцов. Данила, поздравляю с победой. Расскажи, каково это стать победителем первенства здесь, на своей родине? Вот эти трибуны, куча болельщиков, это больше помогает или сбивает во время поединка? Поделись эмоциями и мыслями об этом. Мы весь сезон готовились с тренером, ставили цель первенства России, чемпионат Европы и мир. Готовились к этому турниру весь сезон, ждали момент. А так, если фехтовать с фехтовальщиками, ну, моего уровня, вот, был сложный бой с Данилом Федором и Санкт-Петербург за ход 4. Как бы главный соперник первый в рейтинге и нужно было давать борьбу, как-никак, нужно доказывать, что я сильнее. У тебя также был тяжелый бой за 32, ты проигрывал там 5 уколов, пришлось потом догонять и перегонять. Можно сказать, что вот этот бой тоже в какой-то мере стал для тебя ключевым, что после него почувствовал уверенность и пошел вперед дальше-дальше. И потом ты ни разу, да, в том же полуфинале тоже отыгрывался. Ну, бой с Кадырматовым из Башкир-Толстана сложился так, что тяжело было его в начале боя. Ну, как бы я двигался, да, пытался его поймать на его же ошибках. Ну, как бы получается наоборот, то, что я попадал на свои ошибки, я пытался перебороть свой страх, это в первую очередь, ну, и техника. В счете, при счете 11-6 я просто понял, нашел точку своего соперника и начал просто поражать ей, как сказать. А уколы, которые ты наносишь, да, вот эти 9 в спину, вот, то есть уколы очень красивые, но они, так сказать, в ключевых моментах, они, можно сказать, немного пижонскими, да, вот скажи. Ты настолько уверен в себе, да, в своих действиях, у тебя настолько отработан этот момент, или просто ты рискуешь и понимаешь, что соперника тебя такого не ждет? Ну, просто нужно готовым быть на каждый укол, не думать о том, как ты его получишь, а нужно думать, как ты его нанесешь. И каждый укол, ну, выходя на дорожку, нужно бороться и делать свой фонарь. Ну, и все-таки, да, вот, поговорить о Курске для тебя, родной город, да, торговый комплекс в твоем городе, твои стены, болельщики. Ты не обращал на них внимания или, наоборот, заряжался только от них? На самом деле, я очень рад, что в зале собрались все наши куряне, болели за меня. Я очень этому доволен. Я сделал большой подарок им, и себе. Как-никак, ну, перед публикой позориться нельзя, это можно и обрезать. Так что, ну, я очень рад, что все собрались, и все поддерживали меня. Большое всем спасибо, очень большое. Спасибо, поздравляю тебя еще раз с победой. Спасибо. 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 Спасибо.